витаю друзья на канале капсула часу и сегодня разговор у нас о двух посылках и вот таком интересном предмете ну давайте обо всем по порядку и постепенно начнем распаковывать и смотреть что у нас сегодня на обзоре и так очередная посылочка от укрпошты это мне пришла по абонементу я так думаю давайте посмотрим что там приехала она небольшая и здесь даже неожиданно я честно говоря не рассчитывал что здесь будет как вверх но он есть кстати не забывайте подписываться на канал и ставить лайк вам это ничего мне приятно так смотрим вот такой конверт мне пришел сегодня вот укрпошты конверт со спецгашением и с маркой марочка вот такая к ней конверт мир победа да действительно в украине сейчас я мечтают о победе я надеюсь что скоро она появится кстати вот обратите внимание интересная марка такая она вроде бы как и простая и в то же время я уже встречал где-то что-то подобное друзья я вот в таком альбоме придумал вы спрашивали как я храню что но вот я придумал это фотоальбом в нем просто хранить открытки все вместе и марки открытки и конверты к сожалению у меня не получается разместить в одном альбоме поэтому вот приходится так вот размещать здесь у меня расположены марки военного времени вот обратите внимание что здесь в альбоме оказывается уже выпускалась укрпошта и вот такая открытка точно такое изображение сейчас вышло на марке посвященной вот европе и нашей победе так это мы с вами посмотрели давайте теперь немножко пойдем дальше откроем следующую посылку которая пришла нам вот национального банка украины прошу пока распаковываю ставки лайки все таки это влияет на продвижение канала это пакете ничего коробочка как обычно здесь накладная вложена от национального банка украины кому интересно можете сделать стоп кадр посмотреть на цены скажу честно совершенно случайно зашел на сайт национального банка в их интернет-магазин и обнаружил что есть в продаже продукция просто может быть куплено любым видите как интересно все запаковано хорошо так добротно упаковывать они умеют также и выпускать сами монеты а вот продавать монеты к сожалению не умеет и вот совершенно случайно зашел смотрю продажи есть монеты и медали думаю сделаю эксперимент закажу несмотря на то что у меня эти некоторые монеты уже были вот это у нас приехали медали причем интересно что сейчас на сайте нацбанка появилась опция что даже показывается сколько у них осталось на складе то есть сама в интернет-магазине этих медали или монет этого раньше не было и можно выбирать когда вы себе уже положили в корзину там же написано сколько у вас есть лимит сколько вы можете заказать вот у меня оказалось что я могу заказать 4 медали я решил попробовать сработает ли да сработало это медаль давайте посмотрим ее покрупнее посвящена столетию национального банка украины вот такая красивая медаль на ней здание самого национального банка ну обратная сторона такие символы связанные тоже там с торговли с коммерцией ну и собственно говоря вот символ национального банка его знак расположен ну я взял себе их и в коллекцию и в том числе для своих дальнейших каких-то творческих проектов об этом мы поговорим немножко позже так их сейчас обложим и распаковываем дальше что здесь пришло я не знаю как так получилось вот реально просто вдруг оказалось это доступно и я решил что надо купить распродают и так на здесь расположена монета ой лузе червона колына в такой вот упаковочке я уже когда-то вам это показывал очень такая интересная монетка на ней расположена вот сама колына изображение и вот обратная сторона здесь тоже вот дерево которое поднимают защитники украины причем интересно что это защитники разных эпох вот они поднимают это дерево очень хорошо прорабатывают все-таки монеты и всю продукцию национальный банк украины мы видим это монета 5 гривен достоинства но ее отсюда можно вытащить из этой упаковочке я уже когда-то показывал что здесь немножко сзади нажать то капсула сейчас вот капсула открывается но если ее пошевелить вот получается сама монетка в капсуле и получается сама упаковочка так ее можно положить в альбом хранить так вместе с увенирной упаковкой но для коллекции всегда хочется хранить и так и так несмотря на то что вот с таким буклетом это сложнее мне кажется хранить ну зато на ней есть очень много полезной информации кому интересно можете нажать на паузу почитать эту информацию посмотреть вот такая монетка и наверно по qr-коду можно послушать судя потому что здесь расположены вот нотка в средине qr-кода я думаю что здесь можно послушать саму песню вот удивительно но монета это кстати монета 2022 года то есть монета военного времени на посвящена в песне которая стала очень популярна сейчас во время войны это как бы второй гимн стал вот еще одна монета пришла тоже в едности сила 2022 год тоже монета выпущена национальным банком выпущена сувенирной упаковочке и ему давать ее тоже попробуем вот она снимается получается упаковочкой вот получается монетка такая интересная монета здесь расположены страны флаги стран которые помогают украине сейчас вести войну с захватчиком который напал на нашу страну и здесь при помощи там по печати нанесены флаги стран а на обратной стороне тоже при помощи там по печати нанесен флаг украины такая вот лента стилизованная в средине эти герб украины и руки которые взялись вот союзники взяли за руки тоже 2022 год кстати вот обратите внимание так совершенно случайно получилось это я не подгадывал вот и это посылка за как-то вот совпало что в ней монеты военного времени и вот марка которая пришла на тоже посвящена нашей борьбе с оккупантом ну и вот сейчас мы с вами переходим к следующему экспонату который я хочу вам сегодня показать рассказать это ну производство скажем так моего и моего сына мы изготовили вот такую вещь это готовилась она для другого места но это получилось еще и как бы подставка для монеты или для медали но в данном случае мы планировали это именно под медаль которая посвящена городу николаеву это здание вы наверняка все узнаете это здание облгосадминистрации в николаеве 29 марта 2022 года в него в кабинет кима прямо в окно прилетела крылатая ракета которая разрушила это здание погибло здесь 38 человек и вот мы сделали такое здание но как здание призрак здание сейчас признан признана аварийным она будет снесено как нам говорят и вот мы сделали его специально таким полупрозрачным это 3d модель отрисованная потом это все распечатано на 3d принтере полностью модель копия здания это 600 масштаб где-то но здесь вот рядом расположен кран мы так стилизовали сделали кран который поднимает герб украины герб украина на этом здании вот здесь вот был расположен это здесь у него центральный вход и такой центральный подъезд вот здесь вверху на девятом этаже на фронтоне был расположен герб и при взрыве этот герб не разрушился просто упал рядом и вот мы так нарисовали сделали вернее что кран поднимает герб украины здесь вот сделано внизу надпись о том что произошло в этот день и здесь место для установки мои медали кстати на медали посвященной городу николаеву здесь верхней части тоже здание облгосадминистрации как раз с вот этим проломом ссылочка на видео полное описание этой монеты будет вот здесь вверху по подсказочке напишите мне очень важны ваши комментарии как вы считаете интересная такая подставка вот чтобы его так поставить у себя на полке на долгую память вам а сейчас я вам покажу это здание крупная его отснялась на специальном поворотном столике и вы сейчас можете видеть как это здание выглядит со всех сторон во всех подробностях скажу честно было очень сложно снимать его потому что здание маленькая но вы видите да монета медаль какая по сравнению с ним и могут по сравнению с рукой давайте возьмем еще ради интереса померяем вот длина здания видите на 12 с половиной сантиметров и высота здания 6 сантиметров 6 половиной сантиметров вот такая у нас получилась подставочка и кому интересно можете мне написать на адрес электронной почты которая есть в описании канала и мы можем договориться чтобы вам изготовить подобный сувенир як что сподобалось c видео с вас вподобай к смены наступны видео до новых зустричей до новых историй пока пока друзей и подписывайтесь нами канал капсула часу а на основный канал андрей шинкаренко